Особо люблю, я пишу только на заказ про любовь, и все мои произведения, которые я читаю, которые за моим авторством о любви, они в основном посвящены моей бывшей супруге, которую я люблю до сих пор, и она меня любит до сих пор, но, к сожалению... Когда свадьба? Мы не вместе, повторная. Гриш, знаешь, ну не надо, я сам работаю ведущим на свадьбах. Ну ты что, сам у себя что-то вести будешь? Это профессиональная болезнь, я говорю, как у гинеколога. Сам себя я вести не буду. Вот мы с Ланой, бери. Нет, у меня на этот случай, если вдруг у меня когда-нибудь там, не дай Боже, будет свадьба, у меня есть конферанция, это Майк Кремль. Я знаю, вы меня ненавидите. Майк Кремль, он в группе, зачем? Ну так у меня будет свадьба-то... Он будет танцы тебя устраивать, а мы будем... Кремль, он и танцы, и что? Ну а что, почему нельзя патлами потрясти на свадьбе? Не, ну... Круто. Не, ну, как бы я так и хочу, чтобы калорий потрясти. Ладно, заболтались мы с тобой, давай попозже. Слепой художник пишет вновь портрет любви, что не угаснет, не растает, что в жизни нет у нас несчастья, бед, и красками холстина обрастает. Художник пишет то, что видит он не взглядом, а художника душою. И слышит той любви протяжный стон, в борьбе любви со злобой большой. Любовь погибла, больше ее нет. И нас с тобой, к сожалению, тоже, но окрыленным вдохновением все же слепой художник пишет наш портрет. Ну и такой маленький, как бы в конце совет, буквально четверостишия для всех зрителей, исполнителей. Здесь, не вникая в жизнь и частность, скажу вам просто по себе, ищите вы в себе причастность, а не причастие к себе. Всегда ваш Сергей Масленников. Спасибо.